10 часов столицы, вы смотрите новости. С вами Динара Саду. Доброе утро и вот некоторые темы выпуска. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В Казахстане обещают повысить стипендии на 15-20% и так ежегодно в течение трех лет. А вот только студенты переживают, что прибавку из-за растущей инфляции они не почувствуют. Об этом и не только прямо сейчас. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В Казахстане зима продолжает демонстрировать характер. Север страны сковали морозы, местами до минус 35. На востоке и в центре республики столбики термометров будут показывать 40 градусов ниже нуля. Похолодало и в южных регионах. Температурные качели от минус 10 до 33 градусов будут в Алматы, Шенкенте, Алматинской, Туркестанской, Казалардинской и Жамбылской областях. Все это на фоне снегопадов и туманов. В шести регионах действует штормовое предупреждение. Непогода усугубляется сильным ветром. Местами порывы будут достигать 30 метров в секунду. Морозы усилились и на юге страны. В Жамбылской области объявлено штормовое предупреждение. Ночью на большей части региона столбики термометров опустились до минус 33. Из-за сильных морозов в регионе отменились занятия почти всех классов и перевели на онлайн-обучение. С нами на прямой связи наш корреспондент Анастасия Сулейманова. Настя, доброе морозное утро. Расскажите, какие классы перевели на дистанционное обучение и известно ли, когда морозы пойдут на спад? Динара, приветствую. Конечно, такие морозы для жителей нашего региона весьма непривычны. Уже вчера из-за понижения температуры до минус 20 градусов были отменены занятия для учащихся начальной школы. Они занимались дистанционно, а сегодня на онлайн-обучение уже перевели учеников с 1 по 8 классы. В таком формате они будут учиться и завтра. Предупреждение о сильных морозах жители получили от службы спасения через смс-сообщение. Несколько дней подряд в области шел сильный снегопад, а сегодня уже осадков не ожидается. Но, к сожалению, прогнозы синоптиков пока неутешительны. Со вчерашнего дня и по 16 января под влиянием холодного арктического антициклона будет наблюдаться понижение температуры воздуха на большей части области в среднем до 33 мороза. Вот сейчас прям в Таразе уже минус 28, конечно, ощущается чуть-чуть больше. По последним данным пресс-службы городского Акимата в снегоуборочных работах задействованы около 40 единиц специализированной техники и больше 100 человек. С начала снегопада, то есть за несколько дней коммунальщики вывезли из города 450 кубометров снега. Но, несмотря на это, немало жалоб по расчистке дорог от снега поступают от жителей в социальных сетях. Говорят, в основном, конечно, расчищают главные улицы. Но предлагаю послушать мнение горожан. Не чистят, вообще ужасная дорога. Сейчас вот приехали с Кирова, вообще там чуть авария не случилась, автобусы. Вообще невозможно ходить. Я сама два раза упала. Саму технику, да, хотелось бы видеть почаще. Особенно вот в такие вот час-пик моменты, когда выпал снегопад, техники моментально на дорогах не видно. Внизу лед, сверху снег. Коммунальные службы должны обращать внимание. Ну, посмотрите, со вчерашнего дня мы вообще на дорогах Тараза не видели снегоуборочную технику. Очень сложная ситуация на дорогах. Дороги скользкие и ездить очень трудно. Ну, я надеюсь, конечно, что коммунальные службы обязательно обратят внимание на замечания наших горожан. И добавлю, что дороги региона по всем направлениям на сегодняшний день открыты. Несмотря на это, специалисты, конечно, советуют жителям переждать холода дома и воздержаться от поездок на дальние расстояния, чтобы все-таки не стать заложниками стихии. Также добавлю, что постепенное ослабление морозов прогнозируют с 17 января. На этом у меня все. Динара. Настя, спасибо. Берегите себя. В Туркестанской области жители села Багас остались без газа и отопления. В лютый мороз в разгар зимы от подачи голубого топлива отключили 242 абонента. Теперь сельчане вынуждены не снимать теплую одежду в своих домах. Тем временем температура за окном продолжает падать. Подробности у Екатерины Попковой. Пятилетнего Мирамбека на ночь одевают в теплую куртку и шапку. Ведь в доме, где живет малыш, уже как сутки остыли все батареи. Комнаты погрузились в холод. Не спасает семью даже обогреватель. Дом уже остыл. На улице мороз. У меня больная свекровь после инсульта. А теперь еще замерзли и простыли. Без газа и отопления остались 242 дома. Люди пытаются согреться всеми возможными способами. Специалисты аварийной службы выясняют причину проблемы. Говорят, возможно, из-за воды, которая попала в газопровод. Эти газовые трубы находятся на балансе ЖКХ. В газопроводе была обнаружена вода. Мы теперь помогаем. Сейчас компрессор привезут и очистят. Давление здесь нормальное. В населенном пункте Багас проживает больше тысячи человек. Природный газ сюда провели полтора года назад. Но не успели люди порадоваться благам цивилизации, как появились проблемы. По словам сельчан, это уже четвертое отключение за эту зиму. Приходили специалисты, ремонтировали, но потом все возвращалось на круги своя. Но впервые больше суток люди остаются без тепла и газа. Да еще и в лютый мороз. Надеялись на газ. Газ так подводило. Но они же гарантировали, что в следующий раз не повторится, не боитесь, что никаких проблем не будет. Но каждый раз с таким обещанием живем. Презиндент газа, претензионка, письмо. Мы сейчас подготовили уведомления. КАЗ «Трансгаз» и Управление энергетики из-за повторного отключения газа должны провести соответствующую работу со специалистами. Тем временем Туркестанская область находится во власти холодного циклона. Синоптики обещают, что столбики термометров по ночам опустятся до 30 градусов мороза. Катерина Попкова, Самадна Гашбекулы, Нурмахамбек Муратов. Туркестанская область. Хабар, 24. Казахстанский автопарк может значительно постареть. Такие прогнозы делают эксперты. Причин несколько. Одна из которых – повышенный спрос на новые иномарки со стороны россиян. Только в Тюменску область вывоз нового транспорта вырос почти в 60 раз. Данные приводит российское издание РБК. Что касается ассортимента казахстанского авторынка, то он не всегда мог похвастаться разнообразием и количеством. А вот что мешает наращивать объемы поставок, разбиралась Азиза Закумбаева. Купить машину в масле в Казахстане россиянам помогают посредники и перекупщики. Тандем из нескольких человек находит клиентов и интересующий их автомобиль. Далее перевод денег, оформление сделки и транспорт готов к перевозке в другую страну. Ничего незаконного не происходит, уверяют консультанты по покупке авто. Например, только один частный дилер из России, Олег Нурмухаметов, с весны прошлого года помог с покупкой нового авто 250 гражданам из соседней страны. Я лично в казахстанскую тему, так скажем, упал поздно. То есть люди-то уже в марте начали возить. А я пока контакты все наладил, пока с переводами утрёс вопросы все решил. Я в начале июля повёз первый автомобиль. Я лично с июля. Получается, что инвайд. Ну, были затухания, так скажем. То есть лето и начало осени – это самый пик продаж был. Повышенный спрос на покупку машин из Казахстана объясняется привлекательной ценой. И, пожалуй, главная причина – уход крупных мировых автоконцернов с российского рынка. А там, к слову, автосалоны в год продают почти 2 миллиона машин. Объём нашего авторынка едва ли способен удовлетворить запросы россиян, учитывая, что самим казахстанцам приходится становиться в очередь за иномарками. В дилерских центрах в основной массе сейчас очереди на покупку автомобиля от 6 месяцев до 4 лет. Только у китайских брендов нет дефицита. У них автомобили есть в наличии, можно купить в любой момент. Допустим, на некоторые премиум автомобили, некоторые премиум модели сегодня даже не принимаются заказы. Заказы иностранные производители не принимают, потому что казахстанский рынок для них неинтересен. Количество потенциальных покупателей маленькое, поэтому и достаются нам остатки. Вот уже третий год в мире дефицит новых автомобилей. Он родился на волне пандемии. Производители компонентов для машин перестроились на бытовую технику, поэтому автомобильные чипы стали поставлять на сборку микроволновых печей, стиральных машин и холодильников. Но спрос на транспорт в мире продолжает расти. Только в 2021 году он вырос на 33%. И Казахстан не исключение. Из Казахстана в Россию только с января по ноябрь 2022 вывезли почти 1700 машин. Из них официально продали 1600 единиц. Данными поделились в Бюро национальной статистики и Министерстве торговли. В год отечественные продавцы реализуют больше 100 тысяч новых автомобилей в стране. Но спрос превышает предложение, говорят эксперты. Чтобы удовлетворить аппетиты, нужно заводить на продажу 300 тысяч машин ежегодно. Мы не успеваем его восполнить, а покупатели из России помогают нам в этом, чтобы он был еще более дефицитным. У Казахстана не остается сейчас никакого выхода, кроме как открыть какие-нибудь ворота для продажи, для поставок машин, допустим, праворульных, свежих. Ограничить можно их пробегом либо годом выпуска. Также эксперт предлагает в качестве альтернативы убрать налоги на растаможку машин из ближнего зарубежья. Такой подход поможет восполнить дефицит с одной стороны, с другой высока вероятность, что казахстанский автопарк заполнят авто с большим пробегом. Около 78% автомобилей в Казахстане старше 10 лет. Половина нашего автопарка, 4-миллионного, старше 30 лет. Представляете, допустим, мы продали 100 тысяч машин в прошлом году. Из 4-х миллионов – это очень маленькое обновление. Это влияет, естественно, на безопасность на дорогах. Бороться с покупателями из России бесполезно, говорит эксперт. Пока есть спрос, будут и предложения. Поэтому ассортимент увеличивать все равно придется. Например, временно разрешить ввоз праворульных машин, при этом ограничить годом выпуска, а также на время отменить утилизационный сбор. Азиза Закумбаевар, Станбек, Успанов, Хабар-24. 6,5 тысяч автомобилей из Казахстана завезли в Россию только за 9 месяцев прошлого года. Данные приводит Федеральная таможенная служба соседей. Из-за санкции поставки большинства зарубежных брендов в Россию стали невозможны. Россияне покупают машины через серый импорт, то есть возят без согласия правообладателей товарного знака. Казахстанский авторынок привлекает россиян также китайскими автомобилями, не представленными в их стране. Не останавливает от покупки автомобилей транзитом через Казахстан ни сложные логистические маршруты, ни серые юридические схемы. Национально-автомобильные союзы России отмечают рост потока машин из Казахстана. Не только изначально предназначенных для внутреннего рынка, но и транзитных авто, которые проходят таможенное оформление по заниженным ставкам. Типичная ситуация. Японский пикап, который стоит 25 тысяч долларов, в Казахстане таможится на юридическое лицо под 11-12 тысяч долларов. Типичная ситуация, когда автомобили, которые запрещены к возу на территорию таможенного союза, автомобили евро-0 класса из Эмиратов, например, приезжают в Казахстан, получают документы от испытательной лаборатории, как будто они евро-4, евро-5, евро-6. Самое большое занижение таможенной стоимости я видел на автомобиль, который был куплен в Европе за 480 тысяч долларов. Его в Казахстане оценили в 58 тысяч долларов и с этой ставкой растаможили. Ввоз таких автомобилей чреват юридическими проблемами на территории России. Сейчас в стране рассматривают механизм доначисления таможенных сборов. Проблема создается, конечно же, и для Казахстана, потому что таможенные платежи поступают непосредственно в бюджет той страны, в которую автомобиль приехал, где был растаможен. Поэтому, собственно, Казахстан получает от занижения таможенных пошлин гораздо меньше таможенных платежей, чем должен был бы. Тем временем, с сегодняшнего дня казахстанцам запрещено страховать авто с иностранными номерами. В чем причина, знает Артем Петров. Далее по факту. Казахстанцы не смогут страховать машины, зарегистрированные в других странах. С сегодняшнего дня оформлять полисы на подобные авто смогут только граждане других государств. Соответственно, и передвигаться по страховке на иностранном транспорте теперь запрещено. За исключением тех, кто оформил полисы до 12 января. Они будут действительны до окончания указанного срока. Для чего необходима эта норма и почему не все восприняли нововведение позитивно? Попробуем разобраться. Далее по факту. Меня зовут Артем Петров. Здравствуйте. Запрет на обязательное страхование, по сути, еще один способ, мягко говоря, мотивировать казахстанцев легализовать свои авто с иностранными номерами. Конечная цель – предотвратить незаконный ввоз и эксплуатацию автомобилей, не находящихся в международном движении. Не допускается заключение договора обязательного страхования гражданской правовой ответственности владельцев транспортных средств, не находящихся в международном движении на территории Республики Казахстан. За исключением транспортных средств, зарегистрированных в подразделениях уполномоченного органа по обеспечению безопасного дорожного движения. Автовладельцы по-прежнему избегают легализации иностранных авто, поскольку стоимость услуги для многих водителей не по карману. Интерес к подобным машинам теперь упадет и вовсе. Сейчас, чтобы получить страховой полис, транспортное средство должно либо стоять на казахстанском учете, либо принадлежать и управляться нерезидентам, иностранцам без вида нажительства. Невозможно будет такие машины и продавать друг другу по страховке. Надо сказать, не всем эта законодательная новелла пришлась по душе. Если люди не легализовали авто, это не значит, что они не будут продолжать ездить по Казахстану. Будут. Соответственно, будут ДТП, и пострадавшие будут пытаться получить деньги с виновных, у которых не будет страховки. Одно дело те, кто отказывается ставить авто на учет. А что, если приехали гости, они будут передвигаться по Казахстану? Я не представляю, что будет с международными перевозками. Страховщики считают, что запрет может вызвать тяжелую ситуацию на сухопутной границе. Ведь число въезжающих в страну нелегальных транспортных средств немало. К слову, находиться в стране такой автомобиль сможет не больше года, с перерывом перед следующим ввозом не менее чем на 30 дней. В свою очередь, авто на транзитных госномерах продолжат все так же страховать на 10 дней. Это по факту. До встречи. В Уральском спецсоне заработала новая GPS-система. Если раньше на автодроме использовались магнитные датчики, то теперь все данные передаются через спутник в единый центр. Специалисты уверены, ноу-хау усложнит задачи для тех, кто планирует сдать экзамен неподготовленным и надеется только на чудо. Плюсы этой технологии оценила Альбина Кумаргалеева. Выпускники автошкол после успешного прохождения тестов направляются на автодром. Здесь им предстоит сдать последний, самый сложный практический экзамен. Площадку и автомобили для вождения специалисты усовершенствовали. Датчики, GPS-навигаторы, видеокамеры. Весь процесс контролируется из небольшого кабинета. Каждое нарушение фиксируется. На данном упражнении, если курсант наезжает на бордюры, набирает 20 баллов. Значит, чем больше баллов, значит, это не очень хорошо. Да, правильно говорите. Чем больше баллов, чем плохо уже курсантам. То есть курсант не должен набрать более 100 баллов. Как показывает статистика, каждый второй проваливает практику. Это не критично, говорят специалисты. Курсанты смогут пересдать экзамен через 7 дней или пройти пробное занятие. Так, попытать удачу в автоцион пришел Виктор Ивашкин. В свои 37 лет мужчина впервые получит водительское удостоверение. Если, конечно, успешно сдаст вождение. Сейчас будем уже сами на собственной практике смотреть. Все нужно добиваться своими силами. Тем более на индивидуальной платформе этого автоциона. И вот будем стараться теперь сдать на права и получить их. Раньше на автодроме функционировала устаревшая система на основе магнитных датчиков. Они часто выходили из строя при аварийных ситуациях и плохих погодных условиях. Что, в свою очередь, приводило к огромным очередям и срывам экзаменов. На сегодняшний день у нас установлены GPS-датчики. GPS-датчики установлены в самом кузове автомобиля. И передаются все данные в спутник, через спутник нам приходят. Каждое упражнение, как ранее говорил, каждое упражнение, каждое занятие проводится уже онлайн. Мы уже видим. Как на самом деле работает новая GPS-система, мы узнаем с вами прямо сейчас. Но для начала я должна получить полную консультацию от нашего инструктора. Присаживаемся. Так. Самое главное, первое. Пристегиваемся. Пристегиваемся. Со мной, значит, не садитесь в машину, да? Я одна. Вот планшет. Здесь на планшете высветится слово «старт», и он скажет, даст команду «старт». В течение 30 секунд должны тронуться. Два. Два. Итак, я приехала к финишу. На автодроме допустила незначительные ошибки, которые были зафиксированы на этом планшете и переданы сразу в ситуационный центр. В целом, что еще хочу сказать. Весь экзамен по вождению у меня занял примерно 10 минут. Планируется, что по новой системе автодром «Спецсоны» сможет принимать в два раза больше, а это около 70 курсантов в день. К слову, в прошлом году водительские удостоверения получили почти 40 тысяч западноказахстанцев. Альбина Кумаргалева, Канат Махмутов, Эльдар Аюпов, Хабар-24, Уральск. Почти 31 триллион тенге составил объем оптовой торговли в Казахстане за 11 месяцев прошлого года. Только в ноябре этот показатель продемонстрировал рекордные 3,7 триллиона. Это на 25% больше, чем в ноябре 2021. В основном это товары производственно-технического назначения и непродовольственные товары. 99% объема оптовых продаж приходится на частные иностранные компании. На государственные предприятия только 91 миллиард тенге. В Казахстане планируют ежегодно повышать стипендии на 15 и 20% в течение трех лет. В сумме она повысится с 36 тысяч тенге до 42 тысяч. На что молодежь тратит стипендию и почувствует ли студент ее повышение, расскажет моя коллега. Всего в Казахстане почти 600 тысяч студентов. Из них всего треть ежемесячно получают стипендию. Одна из них Сагныш Рахым, студентка четвертого курса. Учится на бюджетной основе. За отличную учебу получает повышенную стипендию, а это сейчас 42 тысячи тенге. Говорит, денег хватает на проезд и пару раз сходить за продуктами. Желательно, конечно, было бы хорошо, если бы нам подняли стипендию. Почему? Потому что мы получаем всего лишь 42 тысяч тенге. Это у нас повышенная стипендия за то, что мы учимся отлично. И вся эта стипендия уходит на продукты, а на дорогу мы должны просить у родителей, либо же устраиваться на работу. А учебу и работу совмещать это очень тяжело. Сейчас на работу на 5-6 часов никто не берет. А у нас учеба, если с утра до вечера, то на работу устраиваться это не вариант. Акцента на учебу совсем не будет, если даже мы устроимся. И у нас от того, что акцента нет на учебу, за ней тоже было бы мало. А если бы, конечно, было бы стипендий больше, то и акцента было бы на учебу больше. Я не могу позволить себе свою любимую шоколадку на стипендию. Почему? Потому что я оплачиваю за квартиру, я покупаю продукты, и плюс у меня еще есть дорога. Грызть гранит науки или любимый шоколад? Перед таким непростым выбором сейчас оказались тысячи студентов. По словам финансового аналитика, стипендии в стране мизерные. И даже их повышение на 15% не исправит ситуацию. Если у вас там огромный экономический рост, но инфляция тоже большая, то у вас, по сути, нет экономического роста. Инфляция разъедает доходы. И сами размеры стипендий у нас достаточно грустные, маленькие. И я не считаю, что это на что-то повлияет. То есть у нас средняя стипендия, как вы сказали, насколько я знаю, я там посмотрел, это 50-60 тысяч тенге. Но, простите, на это даже питаться месяц нельзя, не говоря уже о том, чтобы снимать жилье или платить за общежитие, или, не дай бог, кто-то заболеет. Студенты сейчас получают стипендию в размере 36 тысяч тенге. Умножаем на 15%. Именно настолько обещают повысить стипендию равно 41,400. В сумме она повысится на 5,400 тенге. 41,400 умножаем на сумму инфляции 0,203. В итоге это 8,404. Как мы видим, сумма инфляции больше суммы. Прибавки на 3 тысяч тенге. В Казахстане на сегодняшний день 230 тысяч студентов получают стипендию. Для будущих педагогов, обучающихся на бакалавриате, установлены стипендии в размере 52 тысяч тенге в месяц. Студенты остальных направлений довольствуются суммой в 36,5 тысяч тенге. Тем временем в министерстве объясняют, стипендия – это лишь дополнительная финансовая поддержка для студентов. Скорее всего, это поддержка для того, чтобы они могли использовать их для покупки литературы или для интернета. Потому что помимо университета, в университете интернет бесплатный, они подключены. Но они же еще живут в общежитиях, находятся в библиотеке, им нужны. Но это вот такого рода дополнительная поддержка для них. Как пояснили, в профильном министерстве стипендии будут повышать до 2025 года. А если удастся договориться с Минфином, материальную поддержку студентам продлят вплоть до 2029 года. Инди Рахат, Мурат Арибханов, Хабар-24. Казахстан и Китай усилят сотрудничество по авиапоиску и спасению воздушных судов. Соответствующий законопроект рассматривают сегодня сенаторы. Он, по мнению разработчиков проекта, позволит минимизировать риски возникновения чрезвычайных ситуаций техногенного характера и, как следствие, обеспечит безопасность жизни и здоровья людей. Сейчас в сенате наш корреспондент на прямой связи со студией Сабина Рахимбай. Сабин, доброе утро. Расскажите подробнее о законопроекте. Динара, здравствуйте. Сегодня сенаторы рассматривают сразу несколько законопроектов. Один из них о соглашении между Казахстаном и Швейцарией о взаимном признании пробы драгоценных металлов уже одобрили. Еще одна новелла сегодня на рассмотрении, как вы уже сказали ранее, согласно которой Казахстан и Китай усилят взаимный авиапоиск воздушных судов гражданских. Поисково-спасательные операции предусматривают определенный алгоритм действий, то есть определенный район поисково-спасательных работ, то есть это казахстанско-китайская граница и граница прилегающих районов. Поиск будет осуществляться в соответствии с законодательством обеих стран, и каждая страна будет самостоятельно нести расходы за поисково-спасательные работы. Отмечу, что сотрудничество также подразумевает и постоянные учения, обмен опытом и визиты экспертов. Как было известно ранее, базирование сил и средств в Казахстане будет на базе КАЗ-аэронавигации, а также будет организовано дежурство вертолетной техники на 27 аэродромах. На базе КАЗ-аэронавигации создали координационный центр поиска и спасения с обученным персоналом. Отмечу, что Казахстан последовательно выстраивает связи в этом направлении. К примеру, ранее в 2017 году похожее соглашение было заключено с Россией, позже с Кыргызстаном. Пока это вся информация, которая у меня есть, позже я расскажу об этом подробнее. Спасибо, Сабин. За прошлый год экономика Украины понесла крупнейшие за всю историю независимости потери. Цифры озвучила министр экономики Юлия Свириденко. Из-за военных действий уровень бедности в стране вырос в 10 раз по сравнению с 2021 годом. Чтобы уменьшить дефицит бюджета, Украине необходимо около 55 миллиардов долларов. Киев просит помощи у стран-доноров. За прошлый год страна получила уже чуть больше половины этой суммы. Около 1 триллиона гривен мы получили от наших международных партнеров. В частности, значительные финансовые средства в экономику Украины вложили США, страны ЕС, Европейский инвестиционный банк, Международный валютный фонд, Всемирный банк, Канада, Великобритания и Япония. В минувшем году ВВП Украины упал почти на 30,5%. По данным Украинского нацбанка, инфляция в 2022-м достигла 31%. Однако независимые эксперты утверждают, что эта цифра выросла до 45 и даже 50%. С этим согласны и некоторые местные жители. По их словам, цены на продукты за год выросли вдвое. Хоча цена, звичайно, педнялась. Цены все еще нестабильны. Национальная валюта падает, ведь многие виды товаров импортируются сейчас из-за рубежа. Это тоже повлияло на рост цен. В августе прошлого года государственный долг Украины достиг рекордных 3 триллионов гривен. Это больше 70 миллионов долларов. Тому причина – ежемесячные вложения в армию страны и восстановление инфраструктуры. Несмотря на финансовую поддержку извне, расходы превышают доходы. Минфин опасается, что в 2023-м госдолг Киева может удвоиться и превысить 6 триллионов гривен. А эта сумма превышает стоимость всех товаров и услуг, произведенных в стране. Сандугаш Байгуаныш, Аида Хадырбай, Хабар, 24. Технический сбой в системе оповещения пилотов Федерального управления гражданской авиации США привел к задержке свыше 8,5 тысяч внутренних рейсов. Еще 1200 отменили. Пилоты коммерческих авиакомпаний используют систему для получения в режиме реального времени информации об опасностях и ограничениях полета. По данным телеканала CNN, массовая задержка рейсов – второй серьезный кризис гражданской авиации США за последние несколько недель. Сильные зимние штормы в период рождественских праздников вызвал масштабные разрушения, включая повреждения инфраструктуры в аэропортах страны, на результате чего от задержек и отмены рейсов пострадали тысячи пассажиров. Уже несколько дней подряд Грузия борется с непогодой и снегопадом. В западной части страны сильные дожди и ураганы ветера, а восточный – непрекращающийся снегопад. Тбилиси тоже засыпало снегом. Температура опустилась до минус 3 градусов, что непривычно для солнечной столицы. Все это создает серьезные проблемы на дорогах. Участились аварии. Ведутся очистные работы на улице столицы. Ее окрестности уже высыпали больше тысячи тонн технической соли. Сотрудников и техники не хватает для очистительных работ в отдаленных регионах. Вторые сутки из-за закрытия дорог стоят очереди из трейлеров по направлению к границе с Россией. По прогнозам синоптиков, в ближайшее время ситуация не улучшится. В четвертые сутки в стране вводят ограничения на дорогах в разных направлениях. В Западной Грузии температура воздуха поднимется до 10-15 градусов тепла. В Восточной Грузии до 14 января сохранится снежная погода, обилие осадков. Плюс 25 на севере Испании, 19 в Варшаве и 18 в центре Франции. Так начался этот год в Европе. Необычайно мягкая и дождливая зима, какой ее обещали эксперты по климату, позволила существенно сэкономить на отопление. Но, несмотря на это, жители Европы она не радует. Чем плохо самые холодные сезоны года без снега, расскажет наш корреспондент. Ушедший 2022 год оказался самым теплым за всю историю метеонаблюдений во Франции. Новый 2023 побьет этот рекорд, уже предупреждают метеорологи. И экстремальное потепление не проходит бесследно. Смотрите, парижские деревья думают, что уже пришла весна и начинают свисти. Теплая зима спровоцировала разгул респираторных инфекций. В этом сезоне во Франции развернулась тройная эпидемия, которая привела к нехватке врачей и лекарств. Но самые большие потери от климатического кризиса несет туристическая индустрия. В разгар каникул горнолыжные курорты Альп и Пиренеев страдают от дефицита снега. У нас наблюдается снижение использования примерно на 35-40%, если сравнить с прошлым годом, который был очень хорошим. Если мы сравним это с последними пяти годами, то у нас меньше 20% снижения. В Австрии десятки станций закрылись посреди сезона. Во Франции лыжников принимают только 50% трасс. Из-за погодных условий отменены несколько соревнований. Примерно половина горнолыжных курортов в Швейцарии приостановила или сократила свою работу. Мягкая зима отразилась на жизни практически всех станций, расположенных ниже 2000 метров. Это душераздирающе видеть, потому что я привыкла кататься здесь на лыжах с тех пор, как была маленькой девочкой, и видеть лыжню такой. Персонал курорта делает потрясающую работу, но сердце разрывается, когда видишь так мало снега. Но мои дети учатся кататься на лыжах, и нам пришла в голову мысль, стоит ли все-таки выводить их на склон и заставлять переживать те радостные моменты сейчас, когда мы не знаем, что их ждет в будущем. Я думаю, что изменение климата действительно пугает. Я так волнуюсь за людей, которые живут в зимних горах. Вы знаете, что средства к существованию очень сильно связаны с туризмом. И если нет лыж, то, вероятно, не так много туризма. Климатическая аномалия этой зимы еще аукнется. После тройной эпидемии и сокращенного горнолыжного сезона прогнозируется засушливое лето из-за теплых температур в начале года и малого количества снега. Вслед за сферой туризма экономические потери понесет отрасль сельского хозяйства. По оценкам британского МедОфис, 2023 год станет для планеты самым теплым за всю историю метеонаблюдений. Алиса Сдыкова, Руслан Амиржан, Париж, Франция. И на этом пока все. До встречи в ГОМ. Редактор субтитров А.Семкин